привет друзья ну что еще одна неделя прошла прошлой новости помните но я оказался примерно про да человек стоит 40 миллионов долларов а по факту один гол и один пас в семи матча вот и весь малкой меня малком не халк 40 миллионов за него в никуда вы ведь видите что малклим за 40 миллионов не тянет вот еще один тур вот восьмой матч все также остается один гол один пас 40 миллионов на ветер 40 миллионов то ли газпрома то ли частной компании то ли простых людей то есть у кого-то мечты сбываются а у кого-то получается нет знаете вообще хочется поговорить о зените особенно об этом эпизоде с голом дзюбы в матче с уралом вот вы знаете вот если я вот каждому час спускался с этой горы подошел бы даже к соколу к орлу подлетел бы к птицам у него же зоркий глаз я подошел к ним спросил друзья мои птицы эко-корнитолог старый был ли здесь офсайд чья нога ближе к воротам и каждый ну каждый бы ответил что нога дзюбы нет я конечно допускаю что футболист урала носят 70 80 размер или него какие-нибудь сапоги скорохода огромные и тогда да тогда офсайда нет вообще он есть и здесь самое обидное что ввели в вар а ничего не меняется но ведь линии чертят люди и я можете считать меня дураком но лично я даже человек с критическим мышлением который всегда защищает зенит даже я здесь вижу что вот это ваша линия которую вы прочертили она идет просто по стопе дзюбы но это очевидно и вне игры но хорошо да здесь можно сказать что просто зенит это большой великий серьезный клуб и игроки разбираются в каких-то игровых эпизодах иначе ну то есть получается наверное так что дзюбы знают какой момент притормозить ну наверное круговой знает какой момент отдать передачу малками знает какой момент упасть вот ругаете меня малкам он а я говорю маленьким то какая разница главное что играет он слабо за 40 миллионов повторюсь я еще раз вы давайте просто разберем вот эти эпизоды еще раз смотрите эпизод дзюбы матчи уралу есть не игры нет ни игры сначала арбита поднимает флажок вар вот меня то же самое абсолютно было и в предыдущей игре когда забивал александр героев тоже сначала был поднимает флажок и там тоже все совсем не очевидно но в точно таких же ситуациях матчах зенитом что мы рыбчинский забивает мяч его не засчитывают точно таких же эпизодах матчах с участием зенита игрок зенита играет штрафной рукой это нормальная игра продолжается играет непонятно то ли плечом то ли еще чем-то футболист крылья советов глушенков это фолл и это постоянно мы можем взять даже эпизоды с назначением пенальти вот малкам падает финале кубка матча с химками когда он просто заносит ногу за защитника за гапона судья назначает пенальти в матче спартака цска точно также действует айртон и также он заносит ногу также происходит контакт также мяч вылетает за лицевую линию и это уже пенальти то есть за 100 процентах случаев я хотел сказать 90 нет наверное ста процентах случаях все-таки решение принимается в аналогичных ситуациях в пользу зенита и нет это абсолютно это хорошо здесь нет ничего странного просто мне кажется чемпионат россии это не та война за которую стоит так пригаться но вы сами понимаете вы много денег вы зенит вам ну реально что-то позволено ну то же самое как с фармклубами вот есть оренбург да ну всем понятно что это фарку футбольного клуба зенит есть сочи куда отдается чуть ли не вся команда зенит в аренду и никого это не парит но как только спартак поступает также как только спартак проводит такую же махинацию на некрасивая никто не уступает за то что проводить такие же махинации как только спартак проводит точно такую же махинацию с химками как только другие клубы задумываются о том чтобы идти по пути Зенита, сразу РФС принимает решение о том, чтобы, ну просто переписывать регламент о том, чтобы запретить такие нефутбольные маневры. Так вот, футбол-то не война. Зачем эта война в российской лиге? Ваша война, если у вас много денег, если вы пытаетесь обмануть фэрплей, покупая Сутермина за 50 тысяч рублей, если к вам переходят футболисты Ростова в прошлом бесплатно, хотя их цена-то трансферная, несколько миллионов долларов, и не получают деньги первые тренеры, не получают деньги детские школы. У нас же есть только академии хорошие, которые живут хорошо, а по большей части посмотрите на тот же Калтан, слава богу, головину дойдут какие-то деньги, но в каких условиях Роспарик? Так вот, российская лига не война, ваша война, это лига чемпионов. Здесь-то вы успокоитесь, вы и так без помощи судьи выиграете. Понимаете? Вот правильно Дзюба говорит, что получается, что Спартак тоже наш фармкул, просто мы его обыгрываем. Нет, у вас просто больше денег, вы побеждаете. Но в лиге-то чемпионов, что получается? Судьи не помогают. Вот этот трансфер Малкольма и вот этих вот футболистов за ноль, они тоже не помогают, потому что они соответствуют уровню. И Малкольм тоже, 40 миллионов, ну за что? Ну он же слабый, это просто фристайлер, ну это очевидно, и он мешает играть тому же Дзюбе. Ладно бы, если бы взяли молодого, талантливого футболиста, которого бы вы могли перепродать Барселоне за 40, это один разговор. Но нет же, вы платите 40, а перепродан он будет за 15. И слава богу, что с Халком это сработало. Халк, это уникальная ситуация. Хватит, вот там написано, стоп, хватит превращать наш футбол в какую-то необъяснимую субстанцию, потому что это реально уже субстанция, ну абсолютная субстанция. Давайте посмотрим вот на тот же локомотив, да, вот есть РЖД, глобальная корпорация, которая тоже тратит миллионы. Ну вот, уволили Семина, пришел Кикнадзе. Я, в принципе, в эту ситуацию, в какой-то стороне верил, потому что действительно до этого не продавались футболисты, да, в разрастные игроки приходили. Но был результат, да, вы играли в Лиге Чемпионов, неплохо смотрели с Ювентусом. Ну вот новая ситуация, говорят, мы будем делать ставку на молодых игроков. Я говорил это в прошлый раз, ну что получается, вы берете 34 блин летнего Манджукича, который последние полгода вообще не играл в футбол. И даете ему два года контракта, три миллиона в год каждый. Три миллиона в год, шесть миллионов долларов. На новый курс это 600 миллионов рублей. И с чем это все закончится? Да ничем. Скатится Локомотив, скорее всего. Я, конечно, верю, но получится, как всегда. А Динамо? Ну вот Динамо, это же, это клуб Льва Яшина. Это великий клуб, это великие традиции. И что? Локомотив Тбилиси, которому сейчас они проигрывают Лиге Европы, это команда с худшим рейтингом. Вы все уже знаете, что это команда с худшим рейтингом абсолютно. И, знаете, когда вот говорят, вот Динамо, жемчужина футбола, когда-то вот, наверное, это жемчужина была, когда она блестела. А сейчас это жемчужина, которая лежит на дне. Ну, потому что это реально дно. Динамо бездонная. Но ниже уже опускаться некуда. При том, что какие деньги, опять же, тратятся? 20 миллионов за Максимилиана Филиппа. 20. 4 миллиона или там 3 с половиной сейчас просто за Данила Фомина. Динамо за последние, там, лет 15, во-первых, оно взрывало трансферный рынок. Оно тратило сотни миллионов долларов. Ну, сотни, ну, просто десятки миллиардов рублей, общественных денег, они ушли в никуда. Они ушли просто в такую ситуацию, когда за долги был отдан стадион. И что же дальше? И вот это наш футбол. Во что он превращается? Если мы смотрим на тот же, я повторюсь, опять же, бюджетный клуб Химки, который сейчас проигрывает 7-2 и, скорее всего, он близок к развалу, потому что непонятно, какой спонсор туда придет. А в то же время, вот мы сейчас едем по России, все прекрасно понимают, что футбольных полей, не то чтобы нет, но где-то они есть, да, вот здесь, где-то в районе Кисловодска более-менее нормальная, там вот сейчас стадионок чемпионата мира построили. Ну, так-то футбол наш не соответствует тем расходам, которые вы делаете. И это очень печально. Пожалуйста, я не знаю, что делать. Остановитесь. Остановитесь просто. Ну, это вот так вот сверху смотришь и не понимаешь, куда мы все идем. Не то, что футбол не так развивается, а мы все как-то не так, наверное, развиваемся. И это постыдно и постыдно тоже, когда читаешь все эти телеграм-каналы, которые становятся просто оружием агентов. Они сливают информацию, другие эту информацию дают, чтобы здесь было больше, чтобы эти игроки заходили, эти не заходили, чтобы больше были откаты. Мы всем занимаемся, наверное, чем-то не тем в этом нашем футболе. Единственный плюс, кстати, как бы не критиковали эту сборную, потому что на международном уровне она показывает хоть какой-то результат. Другие виды спорта здесь тоже тяжело как-то судить. Вот мы видим сейчас, да, легкая атлетика. Вот Сергей Шубенков недавно выступал, у него закончился сезон. Ну, все, допинг, несколько лет скандалов. Мы так и не признали свою вину. Нашим спортсменам так и не дали, по большей части, выступать в нормальных международных соревнованиях. Наши молодые таланты сейчас просто принимают и берут другое гражданство, потому что не остается никакого выбора. Знаете, какие невероятные деньги вот в этой вот всей системы фармакологии, вот в этой всей системы сборов, которые проплачиваются, чтобы тренироваться не только здесь в горах, но и где-то в Альпах. Мы теряем, по факту, теряем наш спорт. И вот эти вот сейчас, можно сказать, вот у нас успехи в теннисе, там играет Данил Медведев в полуфинале, Юрис Оупен. До этого он в четвертьфинале с Андреем Рублевым. Но объективно, эти парни добились грандиозных результатов за счет того, что в молодом возрасте кто-то выезжает в Испанию, кто-то во Францию, кто-то выезжает в США. Там они получают нормальную возможность тренироваться, а мы нет. Вот и вся наша новость. И единственное, чем мы могли бы сейчас реально гордиться, это фигурное катание. Фигурное катание, потому что, как бы к Этери и Тутберидзе не относились, все равно она создала эту систему. Она создала через эти правила, через какие-то засечки, что можно выступать юным фигуристкам. Она действительно перевернула этот мир, научив этих молоденьких девочек до пубертата, до периода полового созревания побеждать. Она молодая. Ну и опять же, к чему пришло фигурное катание сейчас? К ненависти. К тому, что ученица Этери и Тутберидзе уходят к Плющинку. Начинаются взаимные скандалы. Тутберидзе пишет посты в инстаграме. Алена Констарная на них отвечает, критикует Тутберидзе. Медведева со скандалом уезжает, сейчас возвращается обратно. И идет стравливание, стравливание, стравливание. А закончится все как где? Закончится все, вот видите, снег. Так же, как в биатлоне. Когда мы были топовой державой, когда каждый второй, каждая домохозяйка интересовалась биатлоном, когда каждая домохозяйка могла узнать голос Дмитрия Губерниевой, хотя всего лишь лыжный спорт, лыжные гонки, и до 2000-х биатлон был никому не нужен. И вот фигурное катание когда-то так же никому не было нужно. И биатлон погряз в этих скандалах, конфликтах, Прохоров, Пихлях, наши тренеры против иностранных, наши спортсмены против еще кого-то. а потом допинг. И к чему сейчас приходим мы в фигурном катании? Да точно к тому же, потому что в какой-то момент все эти скандалы, все эти склоки приведут к падению спортивных результатов, что какие-то наши спортсмены уедут в другие страны, какие-то наши тренеры тоже уедут в другие страны. И возможно технологии там тоже уйдут вперед. Неправильно мы все делаем в спорте. Мы погрязли в допинге, футбол утонул в деньгах, ну а мы утонули, наверное, в желании получать вот эти вот глянцевые результаты, желание видеть наших спортсменов только на олимпиадах. И плевать мы хотели, что происходит на наших площадках рядом с домом. Плевать мы хотели на то, что происходит на городских какие-то соревнованиях. Плевать мы хотели на любые виды спорта, которые показываются по телевидению, потому что мы их тупо не смотрим. Да и сложно смотреть наше телевидение. Ну, тот же Матч ТВ. Вот они сейчас пошутили про поражение Динамо. Да, там после КА обходит и выходит Динамо из Еврокубков. Но объективно же... Нет, хорошо, что есть канал Матч ТВ, но вот перед вами человек, который когда-то критиковал Зенит и которому дорогу на Матч ТВ закрыли. Все знают, что на Матч ТВ обходятся какие-то скандальные темы. А аналогов-то практически у нас нет. Есть YouTube-каналы, которые можно смотреть, но пока этого всего мало. В общем, все это печально. И надеюсь, что все, конечно, изменится. Знаете, вот здесь вот говорили, что на Эльбрусе будет дождливо, будет очень плохая погода. Как-то верилось, что вот приедем через неделю, и будет солнце. И вот солнце вышло. Возможно, какие-то хорошие люди найдутся, изменят наш спорт, наш футбол. Ну, а пока так. Через неделю будут другие новости. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok